Как набрать вес эктоморфу? Эктоморфами называют людей с низкой мышечной жировой массой. Для этого типа телосложения характерны следующие черты. Выраженная худощавость, узкие плечи и длинные конечности при среднем или высоком росте, немассивные слаборазвитые мышцы, плохо поддающиеся гипертрофии и, соответственно, низкие силовые показатели, быстрый метаболизм. Эктоморфам достаточно сложно набрать массу и накачаться, особенно если перед ними стоит задача увеличить объемы и повысить физическую силу в сжатые сроки. Однако, есть и ряд преимуществ данного типа телосложения, такие как менее строгая спортивная диета, питание может быть разнообразным, частым и насыщенным, а также высокий уровень выносливости, возможность выполнения интенсивных силовых тренировок уже на начальном этапе занятий спортом, минимальные временные затраты на кардиоупражнения, набор мышечной массы для эктоморфа. Явным барьером на пути наращивания мышечной массы у эктоморфа является его быстрый обмен веществ, из-за которого необходимое количество строительных веществ не успевает сохраняться в организме. Эктоморф запрограммирован так, что при повышении индивидуальной дневной нормы потребления пищи его аппетит сразу исчезает. И все съеденное очень быстро перерабатывается. Именно по этой причине многие худые люди, на удивление мезоморфам и эндоморфам, могут съедать гораздо большее количество еды, не прибавляя при этом ни грамма жира. И все же, поедание одной только вредной высококалорийной пищи не даст эктоморфу возможности накачать мышцы. При таком питании есть вероятность набора дополнительной жировой прослойки, которая хотя и должна быть, но в избыточном количестве не представляет никакой пользы для его организма. Как набрать вес худому человеку? Быстрый метаболизм затрудняет набор мышечной массы. Тем не менее, набрать вес для худых людей и раскачаться вполне реальная задача, если придерживаться следующих принципов. Первое. Потреблять большее количество калорий, соблюдая тренировочную диету, особенно до и после тренировки. Как правило, такая диета складывается при выжателе из натуральных продуктов. Это мясо птицы, рыба, фрукты, прежде всего калорийные бананы, авокадо, сырые яйца, злаковые каши, рис, геркулес, пшено, хлеб, черный шоколад и так далее. Второе. Тратить меньшее количество калорий. Для этого необходимо снизить интенсивность кардионагрузок и заниматься больше силовыми упражнениями. Номер три. Придерживаться собственной дневной нормы потребления белка. Чтобы рассчитать белковую норму, умножьте коэффициент 1,8 на ваш собственный вес в килограммах. Столько грамм белка в день вам необходимо потреблять, чтобы набирать мышечную массу. Номер четыре. Придерживаться принципа питания много и часто. Он предполагает разделение суточной нормы потребления пищи на несколько дробных частей. То есть, вместо двух-трех приемов пищи вы должны есть от пяти до шести раз в день по режиму. Номер пять. Сделать сбалансированное питание и силовые тренировки привычкой. Очень часто набрав необходимый вес, эктоморф ослабляет концентрацию либо на режиме питания, либо на тренировках. Из-за этого показатели мышечной массы начинают стремительно снижаться и спортсмен снова худеет. Чтобы достичь успехов в наборе здорового веса, эктоморфу требуется выполнить базовые силовые упражнения, дополняя их изолирующими элементами. К базе относятся многосуставные упражнения, нагружающие одновременно несколько мускульных групп. Изолирующие элементы – это упражнения для тренировки какой-либо одной группы мышц. По времени силовые занятия эктоморфом должны быть короткими, но интенсивными. Оптимальное количество тренировочных дней в неделю – три. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и набирай массу. Всех обнял! Субтитры сделал DimaTorzok